Вась, выключи тарактинку. Сейчас. Наши бабушки и дедушки собирались вечерами в клубах, чтобы потанцевать под пластинку. Достать пластинку, как и многое другое, в то время было нелегко. За заветным винилом порой приходилось стоять огромную очередь. Эпоха цифровых технологий, казалось бы, упростила жизнь меломанам и подарила им более компактные и доступные носители – диски и кассеты. Но звучание виниловых пластинок превзойти у них так и не получилось. У винила и сейчас огромная армия поклонников. Почитатели пластинок собирают редкие экземпляры, не боясь выложить за реаритет кругленькую сумму. У диджеев особый интерес к винилу. Аленс собирает пластинки уже 4 года. Для него это способ найти эксклюзивную музыку и наслаждаться качеством. Винилу считается лучшим качеством, потому что аналоговое звучание считается самым лучшим. Плотное такое, объемное. А звучание цифровое, оно более сухое, такое статичное. Свою первую пластинку купил еще, когда жил на Тайване. И с нее все и началось. Потом что-то заказывал по почте, что-то дарили друзья, а что-то покупал в Минске. Немножечко своего папу, например, который живет в Конго. У них есть национальный такой стиль музыки, африканская румба. Зукус называется. Папе позвонил, сказал, чтобы он мне там подыскал пластинок какого-нибудь олдскульного Зукуса. Эта же пластинка является и самой любимой. К тому же она ровесник самого обладателя. Пластинка сама 84-я. Видимо, это был кому-то подарок и пометили там еще тут СС, что-то написано. 84-го года пластинка ровесник. В коллекции Аллена нет случайных пластинок. Здесь и хип-хоп, и поп, и даже танцевальная музыка 30-х годов. Главное, в каждой слышны ноты жизнерадостности, которые непроизвольно заставляют танцевать. Звучание виниловых пластинок, несомненно, более реальное и чистое, нежели на дисках. Загляните и вы в свои антресоли. Может там пыляться несколько пластинок. Погрузитесь с ними в мир ностальгии и хорошего звучания. Доброго утра вам желают Яна Леонович и Антон Филанович. Утро. Студия хорошего настроения.